добрый день уважаемые родители мы продолжаем разговор о крови сегодня мы поговорим прежде всего о форменных элементах крови для того чтобы вам разобраться и в какой-то степени уметь читать анализировать анализы крови вас и ваших детей я буду приводить нормы пока форменных элементов для взрослых видите они немножко выше поэтому об этом мы поговорим позже в следующих наших семинарах и так эритроциты эритроциты как мы говорили красные кровяные тельца в норме в крови они содержатся где-то от четырех до пяти с половиной единиц значит функции эритроцитов но прежде всего мы говорили это дыхательная функция то есть перенес перенос кислорода от легких к тканям и перенос углекислого газа от тканей к легким соответственно это дыхательная функция питательная функция эритроцитов они переносят на своей поверхности аминокислоты непосредственно кирпичики из которых клетки создают белки необходимые для деятельности каждой клетки каждой ткани организма вот третья функция эритроцитов это защитная они переносят на своей поверхности и выводят для того чтобы вывести из организма клетками печени прежде всего каких-то токсических веществ солей тяжелых металлов вещества которые отравляют организм ну и участвует в процессе свертывания крови в какой-то степени эритроциты тоже значит лейкоциты белые кровяные тельца их количество равно примерно от 4 до 9 единиц и все виды лейкоцитов они осуществляют защитную функцию значит если мы посмотрим анализ крови то обнаружим что видов лейкоцитов довольно много причем это даже не вид лейкоцитов а их как бы формы различные ну например вы читаете в анализах крови нитрофилы что такое нитрофилы это лейкоциты их основная функция это уничтожение ослабленных бактерий уничтожение продуктов распада тканей вот они их переваривают и благополучно выводят из организма эозинофилы такие клетки такие лейкоциты которые занимаются уничтожением продуктов вызывающих аллергическую реакцию то есть элемента чужеродного белка которые организму не подходят следующий вид лейкоцитов база филы они содержат биологически активные вещества ну например такое число как гистамин вот гистамин гепарин эти вещества препятствуют свертыванию крови для того чтобы ну как бы препятствует созданию тромбов в сосудах расширяют капилляры крови и таким образом способствует активному заживлению тканей в очаге воспаления в очаге повреждения и так далее значит такие клетки как моноциты тоже часто лейкоцитов они обладают защитные функции а именно функции уничтожения чужеродных бактерий и вот почему я вам это подробно рассказываю потому что когда вы смотрите анализ крови и видите изменение тех или иных элементов это говорит о том что именно вот этот процесс в организме он идет более активно ну например скажем увеличение зенофилов говорит обязательно о том что рга организм подвержен какой-то аллергической реакции то есть зенофилы должны увеличиваться почему потому что в организму и в них нуждается они должны быть больше чтобы справиться с аллергической реакции и так далее значит третий форменный элемент крови о котором мы еще не говорили это тромбоциты количество тромбоцитов то есть с одной стороны они препятствуют кровотечению создают сгук кровяных пластинок в организме человека где-то в интервале от 180 до 320 и главные функции тромбоцитов это функция свертывания то есть вот эти пластинки кровяные они склеиваются между собой образуя тромбы то есть с одной стороны они препятствуют кровотечению создают сгусток с другой стороны они могут если их слишком много в крови они могут создавать эти тромбы на неповрежденном сосуде препятствуя кровотоку и особенно если этот тромб вот это вот группа склеивающихся пластины гуляет по сосудам и попадает в какое-то более мелкое по диаметру русло сосудов она его закупоривает и в результате этот сосуд погибает поэтому тромб сам по себе штука довольно опасная бывает что увеличение количества тромбоцитов в крови она говорит о каких-то процессах связанных с нарушением целостности стенок сосудов поэтому будьте в этом плане внимательны потому что вот наличие большого количества тромбоцитов для организма ну не очень хорошо теперь мы с вами поговорим о таком белке который мы немножечко касались уже а именно белок дающий находящийся в эритроцитах и дающий возможность не только быть крови красной именно поэтому она красная но и участвуют в процессе тканевого дыхания речь пойдет о белке который называется гемоглобин и мы с вами говорили о том что гемоглобин несет кислород тканям забирают от них углекислый газ и он может явиться как полезным так и не очень полезным образованием в организме особенно если есть какие-то включение ну например повышенное содержание угарного газа в организме и человека влечет за собой соединение этого угарного газа с гемоглобином образуется вещество которое достаточно прочное в организме но она является сильнейшим ядом она блокирует перенос кислорода и организм очень быстро погибает потому что ему не хватает кислорода он задыхается если отравление происходит другими веществами водка в частности будьте внимательны особенно это касается ко мне надеюсь взрослых это отравление метиловым спиртом почему люди так тяжело переносит и погибают часто от отравления палеными алкогольными продуктами некачественным потому что у них содержится метиловый спирт и вот это вот вещество метилен он очень быстро соединяется с гемоглобином образует такой белок мет гемоглобин который тоже блокирует перенос кислорода и организм погибают очень быстро от того что не хватает кислорода тканями органы прежде всего клетка мозга клеткам сердца и дыхательной мускулатуре поэтому возникает отравление организма и он погибает ну и сегодня еще мы с вами коснемся одного фактора чтобы вы понимали вот речь пойдет о группах крови и резус факторе что же довольно много вопросов вот особенно касаемо взаимоотношения матери ребенка по группе крови диеты так далее так далее но прежде чем разобраться в этом вопросе давайте определимся что же это такое группа крови это ситуация которая в принципе она находится в эритроцитах и чтобы определить как бы группу крови надо понимать что те свойства а именно свойства эритроцитов индивидуально реагировать на проникновение чужеродного белка реакция для уничтожения этого чужеродного белка лежит в основе группы крови всего них четыре группы крови идут они по цифрам и бу или буквам латинского алфавита то есть первое это нулевая вторая это группа а третье это группа b и вот и кроме всего прочего есть определенный фактор который был открыт несколько позже чем группа крови фактор который находится в крови он впервые был выявлен обезьян на как рода резус и получил название резус фактора то есть это связано с веществами такими которые называются антигены они белки находящиеся в крови которые несут генетическую чужеродную информацию и вот если организм на нее реагирует каким-то защитным образом то вот получается что он в организме есть организм способен защищаться поэтому в каждой группе крови есть есть этот фактор тогда это положительная ситуация или нет этого фактора тогда это резус и отрицательная ситуация и вот это группа крови и резус фактор является фактором наследственным поэтому обязательно ребенок будет иметь группу крови резус фактор ну чаще всего похожую на одинаковую с матерью если это не происходит возникает резус конфликт то есть это заболевание которое влечет за собой на сегодняшнем положение это неплохо лечится самое главное это выявить как можно раньше и тогда под контролем гематологов эта ситуация становится разрешимой значит на следующих наших встречах мы поговорим уже более конкретные более подробно о крови состоянии крови у детей а сегодня мы с вами прощаемся всего доброго до новых встреч